Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Я напомню, что каждый раз, когда мы прикасаемся к какому-то вопросу, я предлагаю вам пойти глубже, чем это на поверхности. И поэтому в прошлый раз, когда мы затронули тему нашего личного ощущения себя, то хочу сейчас дать некоторый тезис. Никто не может заставить вас ощущать бездарностью без вашего на то разрешения. Если вы себя сегодня так ощущаете, вы этому позволили быть. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами разобрались, как можно это изменить, как можно это убрать с повестки дня. И поэтому прочту сначала из 138-го псалма. «Ибо ты устроил внутренности моей и соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Тогда, когда мы только видим какие-то свои промахи, то мы не можем увидеть картину целиком, какими Бог нас сотворил и что Он вложил внутрь нас. Мы видим только те минусы, которые нас, может быть, ударяют, либо кто-то нам указывает на них. То я предлагаю сейчас разобраться. Мы распечатываем содержимое внутри нас. «Несокрыты были от тебя кости мои, и над этим текстом мы не понимаем той глубины, которая там есть». По крайней мере, мне так кажется. И мы сейчас с вами увидим некоторый анализ, который сделали уже люди науки, обнаружив, что же внутри нас. И сейчас я прочту эти исследования, которые в свое время меня очень удивили и вдохновили на самом деле не пропустить ни одного дня, который нам дается на этой земле. Итак, 23 хромосомы от мужской и 23 от женской клетки начинают работать на совершение совершенно нового ДНК. Работают над этим новым произведением. И пишут 3 миллиарда характеристик в одну единственную клетку, которая станет еще человеком. Именно эта запись и определит, кто вы и какие вы. Если вытянуть информацию и ДНК одной только клетки, то она займет 2 метра, куда уже вписано 3 миллиарда характеристик. Если бы их пришлось считать одну характеристику за одну секунду и не останавливаться день и ночь, то потребовалось бы 96 лет непрерывного чтения. Эта картина никогда бы не была написана ранее. Эта клетка получила задачу воссоздать записанную в нее модель. Каждый человек – это чудо. Через 3 дня из одной клетки образуется 16, которые легко умещаются на кончике булавки, чтобы появиться на свет новому человеку. То должно появиться 75 триллионов клеток, и каждый из них содержит 2-метровую запись 3 миллиардов характеристик. Если соединить все записи и вытянутые в 2 метра, то получится расстояние до Луны и обратно в 178 тысяч раз. 50 тысяч клеток умирает каждые 3 секунды, и столько же появляется новых. Посмотрите, какая мы неутомимая фабрика. Посмотрите, как много того, что нам надо распечатать. Если 96 лет потребуется, чтобы только узнать одну характеристику, то сколько лет надо, чтобы ее осуществить. Поэтому не теряйте время, друзья. Мы не бездарности, которые нам пытается враг навязать. И не дайте ему право это утверждать в вашем мышлении от того, что что-то у вас не получилось. Ведь каждая неудача, она нас ведет к новым победам, если мы на них правильно реагируем. И поэтому я хочу благословить и себя, и вас этим внутренним вдохновением. У меня нет времени терять его напрасно. И этот день, он так же особенный, как и предыдущий. «Небесный Отец, я благодарю тебя, что я дивно устроен и вполне сознаю это», — сказал Давид. «Но мы еще до конца это не можем понять, потому что мы не знаем, как распечатать все характеристики. Но я хочу узнавать себя каждый день с тобой, и этого желаю другим людям. Поэтому благослови нас, Господь, узнавать тебя, Творца, внутри себя. И вместе с тобой переходить от силы в силу, от веры в веру, от славы в славу, от познания к познанию. И таким образом совершить великие дела на земле, потому что ты нас для этого предназначил. Благодарю тебя за союз с тобой и за знание своего Творца, как источника силы, как источника ведения, как защитника и покровителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Вы — чудо. И помните об этом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»